Обстановка с аварийностью на территории Тверской области по-прежнему продолжает оставаться сложной, отмечают в госавтоинспекции. За 2012 год по сравнению с 2011 в регионе, пусть и незначительно, но увеличилось количество ДТП. Как говорил великий русский ученый Михаил Ломоносов, ничто не происходит без достаточного основания, так и аварии случались только по чьей-либо вине. На 80% возросло число ДТП, совершенных пьяными водителями, на 10 – молодыми водителями. Увеличились выезды на встречную полосу и наезды на пешеходов. Свою лепту в печальную статистику внесли и коммунальные службы. Из-за неудовлетворительного содержания дорог число ДТП увеличилось почти на 6%. Единственное, что добавляет хоть каких-то красок в эту удручающую картину – уменьшение числа погибших в ДТП. На 2013 год управление ГИБДД одной из приоритетных задач ставит перед собой и сокращение числа аварий в целом. Что касается проблемных вопросов, которые мы видим, это прежде всего борьба с пьяными водителями. Второй очень важный вопрос – защищенность такой категории участников дорожного движения, как пешеходы. Здесь и играет роль обустройство пешеходных переходов самих. Установка знаков на желтом фоне, что в своевременное нанесение дорожной разметки, к сожалению, в 2012 году дорожная разметка ближе к концу лета начала наноситься. Искоренение такого вида нарушений, как непредоставление преимущества движения пешеходам на пешеходных переходах. Особое внимание, как и прежде, сотрудники госавтоинспекции намерены уделять самым маленьким участникам движения – детям. Кстати, по вине самих несовершеннолетних число аварий уверенно идет на спад. А вот их родители зачастую правилами пренебрегают. Основная проблема именно в том, что дети перевозятся в автомашинах, скажем так, с нарушением требований законодательства. Поэтому еще один вопрос, над которым будем серьезно работать – это с водительским составом, который нарушает правила перевозки детей. В связи с этим хотелось бы, конечно, к участникам дорожного движения обратиться с тем, чтобы они понимали, что перевозя ребенка в салоне автомобиля, они берут ответственность на себя за его здоровье и жизнь. По словам Алексея Смирнова, полностью искоренить халатность водителей на дорогах, какие бы правила дорожного движения они не нарушали, можно только с помощью усиления меры наказания. Кстати, с этого года по некоторым из нарушений санкции все-таки ужесточили. Было более конкретизировано по выездам на полосу встречного движения. Если раньше за неоднократные нарушения, то есть в течение года, можно было отделаться в каких-то случаях штрафом, то сейчас безальтернативно, в случае, если водитель повторно нарушает требования правил дорожного движения и двигается по стороне проезжей части, предназначенной для встречного движения, то санкцией статьи предусмотрено лишение права управления сроком на один год. Кроме этого, изменилась ответственность за выезд на встречные трамвайные пути при объезде препятствия. Административный штраф за такое действие на дорогах составил от 1000 до 1500 рублей. Еще одно изменение коснулось владельцев страховых полисов ОСАГО. При управлении транспортом без полиса ОСАГО, либо в случае, когда срок действия, срок эксплуатации транспорта ограничен какими-то месяцами в году, либо в случае, если лицо управляет транспортом, будучи не вписанным в страховой полис, предусмотрено запрещение эксплуатации со снятием государственных регистрационных знаков. Отмечают в ГИБДД еще одно новшество. Теперь для удобства водителей оплатить штрафы можно при помощи пластиковых карт через интернет-сайт госавтоинспекции МВД России, сайт ГИБДД Тверской области, а также через платежный терминал Киви. Оплачивать все штрафы инспекторы ГИБДД рекомендуют вовремя. Неотвратимость наказания в этом году будет работать как никогда. Елена Михайлова, Иван Сурмейко, Рентовый пилот.